Ты видишь, что-то больно делает. Ага, ага. Хорошо. Чик, один-два. Один-два, раз. Ладно, не будем всех томить. Добрый вечер, не побоюсь этого слова, дорогие друзья. Да ладно, всё очень по-домашнему и клёво. Я сто лет не играл концерта без всего, без ансамбля. Один, как дурак. И самое интересное, что этот концерт я тоже совершенно не готовил. То есть это полная действительно импровизация. Она будет, наверное, просто из каких-то песен, то, что сейчас вспомнится. То есть поём. Я хочу сказать спасибо, что вы пришли, на самом деле, в такую погоду. И все отложили дела, как бы, и всё такое. Мне это очень важно, на самом деле. Я, в принципе, каждый день практически работаю во всяких ресторанах. И, в общем-то, не... Но это совсем другая работа. То есть это просто так на кухне под гитару, допустим, я очень давно не пел. Поэтому я даже немножко волнуюсь. И я знаю сразу, что что-то не получится, что-то получится, что я не думал. И, в общем, ничего такого, наверное, не будет. Будет просто... Я просто вот... Ну, главное, повод... У нас случился повод, потому что Михалыч позвонил, и мы перенесли концерт из-за того, что были роды. И у нас появилось пополнение, это замечательное такое. Всё хорошо, в общем-то, прошло дома. В принципе, это... Ну, я к этому отношусь. Кто-то рожает дома, кто-то рожает в роддоме. Дело не... В общем, кому как нравится, так надо и делать. И, в общем, я не сторонник вообще каких-либо течений, потому что я не настолько в этом всём продвинут, чтобы что-то пропагандировать и что-то такое, как бы. Нам было удобнее и лучше сделать так. Вот так мы и сделали. И, в общем, всё, это был наш выбор. И я пока... Пока мы довольны, короче. Всё. Так, ну, ничего. Ну, можно начать, наверное, с песни. Можно гитарную чуть-чуть. А в мониторах нет линия, да? Ну, на стихе Ирины Ратушинской. Раз уж мы в библиотеке, так сказать, в книжном магазине, Юра подарил мне книгу Ириной Ратушинской. Спасибо, потому что тоже песня с историей. Я не знал, что Ирина Ратушинская – это диссидент. Я знал, что Ирина Ратушинская – диссидент, но я не знал, что она ещё жива. И когда оказалось, что надо... Давай, гуляй. И, в общем... С историей песни... Главное, что когда оказалось, что она жива, а поскольку эта песня на диске, диски у нас на стоечке, если кому-то надо, их можно по какой-то там... Ну, в общем, это у нас такая... Это актриса в нашем маленьком театре. Она делает небольшой бардак. То есть... Я работал в театре два года, и там самое страшное дело было в театре – это когда на сцену выходила кошка. То есть потому что ни один актёр, ни один драматург не сможет передать ничего так же естественно, как это сделает обычный котёнок, который выползет на сцену, и просто все это быть или не быть тут же разрушится нафиг, потому что все будут смотреть на котёнка, в принципе. Ну, в общем... Ладно, так что сидись тихо. А можно гитару чуть погромче вообще? Всё, я ничего не слышу. Всё. Вот так будем жить, как велит душа, Иных хлебов не просяк. Я себе завиду ручного мыша, Пока собаку нельзя. И мы будем с ним жить, пожевать, И письма читать в угол. И он залезет в мою кровать, И не смывши зла под залу. А если письма вдруг не придут, Ведь мало ли что в пути, Он будет серенький тут, Как тут сердитом носом крутить. Потом уткнётся в мою ладонь, Мол, ты помнишь, что мы вдвоём, Ведь не пить же обоим, Нам вали до лучших лебушках. Пожжуём я горбушку мятую, Развернусь, и мы глянем на мир добрее, И мы с ним сочинём всякую страну, Где ни кошек, ни лагерей, Мы их два счёта отменим, Там холода, разведём бананы в садах. Может, нас после срока сошлют туда, Хотя вернее, что Магадана, Годка меня поведут на этап, И поведут свой шмон. Со мной вяжутся по пятам, И всюду пролезет он. Я ему покажу потайной карман, Чтоб грелся под стук колёс, И сахаром мы честно сидим пополам, А десять граммов на нос, И куда ни проложена колья, Нам всё ни почём теперь, Мы ведь старые зэки, я, И возле на хвосты звери, За любой решёткой нам будет дом, За любым февралём весна, А собаку мы всё-таки заведём, Но в лучшие времена. Спасибо. Можно чуть погромче всё-таки гитару? Я, по крайней мере, её не слышу, Да и голос тоже. Или всё просто унесено туда, И там очень громко, да? Ну, так... Это опасная штука, Потому что люди начинают орать, Когда себя не слышат, И это просто очень приятно. А, ещё чуть-чуть, чуть-чуть. Ничего, ничего, мы потихоньку сейчас. А то у меня всё-всё тогда, Просто всё на полную приходит. Один, два, раз. Один, два, раз. Сейчас мы попробуем тихую песню спеть. На стихи Александра Фатеева. Такой мой товарищ, Живущий в Северодонецке, Который пишет, Или писал стихи. В принципе, очень часто писал, Специально как-то для группы Ролой. Кому-то надо быть И с палмошным, и славой. Я завяжу и сам Тебе шнурки на банк. Ты говорила мне, Ты говорила мне, Что я бездарный слава. Но я-то знаю, Что я классный музыкант. Ты предрекала мне, Что кончил рестораном. И беззастенчиво сморкалась мой платок. И просыпаясь по утрам безбожно рано, Чесала локоны окон на восток. Вовсю скучала ты В любом концертном зале, Пила до обморака В марочных мускатах. Ты только фыркнула, Когда тебе сказали, Что я действительно Отпадный музыкант. Я догадался, Отчего С таким азартом Ты ссорилась со мной И плакала во сне. С тобою трудно Быть убогим музыкантом, И ты напрасно Позавидывала мне. Спасибо. Я сам сделаю. Легче продолжать. Легче продать Покупив, ее не засунь, все равно она лезет наружу Отглушая стены, открепляя страх, расширяя сознание в разных местах Забудишь из трех соснах на семи холмах, все равно она лезет наружу Рассмотри свои мечты внимательней, внимательней Золото, надежда, ждет соли своих старателей Или ты от времени ждешь жалости Все в жалости, все в жалости Или ты от времени ждешь жалости Все в жалости, все в жалости Искал город-сад, в стране сада мазохизма Потопал в камнипад С тех пор всегда улыбаюсь там, где найдусь Где потеряюсь, где потеряюсь, там и найдусь Ты могла бы уехать туда, где жарко, но тебе всегда кого-нибудь жалко Рассмотри свои мечты внимательней, внимательней Золото, надежда, ждет соли своих старателей Или ты от времени ждешь жалости Все в жалости, все в жалости Или ты от времени ждешь жалости Все в жалости, все в жалости Рассмотри свои мечты Внимательней, внимательней Я не успел ничего понять Я уже покорно шел за тобой Я помню, как увидел тебя А дальше я ничего не помню Если б я мог знать сразу Кем ты станешь, кем ты станешь Ты кладбище моих контрабасов Кладбище моих контрабасов Кладбище моих контрабасов Кладбище моих контрабасов Ты говорила, из меня выйдет долг И если меня побрить и помыть Я для тебя брал деньги в долг А ты говорила, что так должно быть Но теперь я знаю, куда Идет дорога твоих приказов Ты кладбище моих контрабасов Кладбище моих контрабасов Ты кладбище моих контрабасов Кладбище моих контрабасов Ты кладбище моих контрабасов 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 Я вчера прочитал 38 журналов Плейбой Я вчера просмотрел 40 серий Фильма экстаз Но так и не помутился Ни рассудок, ни глаз Я так и никого не нашел Кто сравнился с тобой А я хочу только тебя Опять хочу тебя Я хочу только тебя Опять, опять, опять Тебя Ты давно достала меня Тем, что я хочу Только тебя Опять, опять, опять Только тебя Ты острая Недостаточная Недостаточная Недостаточность моя Но ты Ну, такая Но самодостаточная Стерва А я хочу Только тебя Опять Тебя Опять Тебя Опять Ты давно достала меня Тем, что я хочу Только тебя Опять 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 Я хочу Я хочу Тебя Опять 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 Тебя Тебя Ты давно достала меня Осторожно Ты давно достала меня Сколько можно Ты давно достала меня Но я Хочу Только тебя Только тебя Только тебя Только тебя Спасибо Вспомнилась песня Вот Хочется спеть какие-нибудь старые песни Совсем забытые Совсем там Или не забытые Ну Потому что уже На самом деле Вот, вспомнилась песня Они уже Они настолько давно написаны Что уже как бы не мои И уже как бы можно с ними Работать Что с ними делать Уже Не дразни Козла Капустой А поэту Волей Как же Все-таки Не густо Дел Не пьющих Крови Или Хоть бы Малопьющих Или Пьющих Умно . На-ла-ла-ла-ла, ай, на-на-на-на. О, моя королева, если вы не хотите бунтов, Подпишите мне вольною, разрешите мне боль мою. Думайте, что хотите, считайте меня пропащей, Но я не могу остаться, я привык жить настоящим. О, моя королева, пусть ваш покой будет светлым, А мне всегда быть вольным, даже если беглым. Так думайте, что хотите, считайте меня пропащей, Но я не могу остаться, я привык жить настоящим. О, моя королева, велика ваша милость, И мне так трудно поверить в то, чтобы не приснились, Что в дни королевской охоты я действительно к вам приказался, Танцуя опасные танцы, и мне не отрезали палец, Не дразни, не бери меня на слезы, Я им знаю цену, по сто тысяч прощаю розы, Не прощу измены, в твоем плаче нету фальши, Да только вся ты ложь, что ж... Я так пошлю тебя подальше, ты пятнами пойдешь... ... Плеты перепутал местами, ну ничего... Спасибо. Спасибо. Возвращаясь в мир, над которым луна. Вот познали мы этот плод, он действительно сладок. Сладок так, что теперь ни о чём больше думать нельзя. Но оказалось, мы украли приготовленный нам же подарок. Нас никто не ругал, наказавших самих же себя. Спасибо. Пусть он защитит тебя от вампиров и ведьмы. Так любящих примерять чужие тела. Но стены крепки и линия так же чиста. И им никогда, никогда не заметить тебя. Привет вам, борцы, вольного стиля, честной игры. Не ждать вам наград, не лежать на спине. Любовники неба, мужья земле. Мы будем жить долго, мы будем жить долго, мы будем жить долго, мы будем жить долго. А многие из нас устали ждать жизни. И есть опасения, что любовь не придёт. Но это пройдёт, я знаю, это пройдёт. Ещё не всем ангелам обрезали крылья. Привет вам, борцы, вольного стиля, честной игры. Не ждать вам наград, не лежать на спине. Любовники неба, мужья земле. Мы будем жить долго, мы будем жить долго, мы будем жить долго, мы будем жить долго, мы будем жить долго. Песня. Песня совершенно дурацкая, но я её люблю очень нежно за одну вещь. Я однажды попал на фестиваль тоже без группы. И мне нашли, а помню, что я играл на контрабасе, нашли контрабас, короче, играя на контрабасе и поя. А у меня нет песни, кроме, давайте, мне роль от Эллы, которую можно сыграть под контрабас. Но я пока туда ехал, это было давно, это было в городе, там была куча таких сумасшедших историй. Во-первых, группа отвалилась по дороге. Сначала мы доехали до Луганска, потом оказалось, что у Вити, моего товарища, сессия, и он не может поехать. Отвалилась часть группы. Потом я доехал до Киева в надежде застать пианиста, багмита Юру. Оказалось, что он на гастролях, и я остался один в этом Киеве, мне не хватало на дорогу ни туда, ни сюда. Кое-как я добрался там. И я совершенно голодный ехал в этом поезде. Я уже от сумасшествия какого-то начал писать песни в тамбуре. У меня была пачка сигарет. И вот такая песня. И я там стал лауреатом, это было единственное на русском языке. Это такой город уже на границе с Польшей. Я боялся туда ехать вообще на самом деле, потому что я не разговариваю на украинском нормально. То есть я понимаю, но я не разговариваю. И там была тоже история, когда я уже стал лауреатом, уже перестал бояться выходить из гостиницы. А там действительно по организации этот фестиваль был просто лучший. Я лучше не видел фестиваль. То есть там гостиница, из одного крыла вышел, перешел в другое крыло гостиницы. Там обеденный зал, там дали талоны. Я голодный, там все горячее, я хожу не могу. Короче, ужас. Такой, покушал раз на отстройку. В другом зале отстройка. Отстроились, перешли в соседний зал, пообедали. Пообедали, перешли в соседний зал, как бы дневной концерт. В дневной концерт отыграли, перешли в соседний зал, поужинали. Поужинали, перешли в соседний зал, вечерний концерт. То есть вот такая вот. И отсюда выходить, собственно, никакого смысла нет. И уже после всего, как бы, я повез там, познакомил, я помню, что там это был учитель из Одессы, я поехал его провожать на поезд и, разумеется, заблудился в этом городе и оказался буквально в этом анекдоте, короче, я иду в троллейбусе, я не знаю, где моя зупынка эта, мне надо как-то, и я нахожу в этом троллейбусе самого мирного человека и спрашиваю там, еще думаю по-русски спросить или по-украински, а ну я подвыпил после всего там фестиваля. Ну как бы уже все закончилось, уже стали наливать, так я вообще без денег ходил там, они не пьют, не курят, я там, ну в общем, кошмар, короче, все такие европейцы, ужас, и нахожу самого мирного человека и спрашиваю по-русски, ну подскажите, где здесь вот гостиница Учавская называется, а вот такой там, отель Учавская, дышится. Петра, где готель Учавская, там с другого конца троллейбуса, не знаю, Микола, где готель Учавская, где зупынкася, не знаю там. И тут их, короче, человек восемь по этому всему троллейбусу, они все друг друга знают, город небольшой, как бы, а, я знаю, сейчас покажем, и они все вместе выходят на этой остановке, вместе со мной. То есть, и я иду от них, короче, там, метрах четырех, и думаю, сейчас куда-нибудь рвану, потому что их, ну правда, реально, там, поздний вечер, то есть уже начало двенадцатого, там, ноябрь же темно, как бы, незнакомый город, там, человек восемь этих парубков, как бы, и такой, и они идут тоже на меня смотрят, что как-то так, это, доходят до угла, пальцем мне показывают, то восемь. И опять идут на остановку, следа следующей троллейбусу, и я такой, вообще-то, в шоке-то, что это было. Такой, такая, такая история, как бы, там, истории там много всяких, но вот это весело, и это правда, то есть со мной, со мной она произошла, я, и песню там я пел вот такую. Ей хочется, чтоб почтальон принес ей письмо, а в письме про любовь. Она бы прочла, чего хохоча, и сказала, как мил этот вздор, Но почта опять ничего не несет, Несет не лишь слесаря Вова. И Вова бессовестно к ней пристает, А ей так хотелось другого. Она ведь подобна подземной реке С прозрачной бурлящей водой. Но некому вырыть колодец в песке, Никто не найдется живой. И почта опять ничего не несет, Хотя уж ноябрь на дворе. И только лишь Вова Стирает носки В прозрачной подземной реке. Какая дурацкая песня совершенно. Наедине с тобою, брат, Хотел бы я побыть, На свете мало говорят, Мне остается жить. Поедешь скоро ты домой, Смотри, да что ж, Моей судьбой Сказать по правде очень Никто не озабочен. А если спросит кто-нибудь, Ну кто бы и не спросил, Скажи им, что на вылет в грудь Я пулей ранен был, Что умер честно за царя, Что плохих наших лекаря, И что родному краю Поклоны я послаю. Отца и мать мою едва Застанешь ты в живых. Признаться было б очень жаль, Мне печаль идти, Но если кто из них И жив, скажи, что я Писатель ленив, Что полк в поход послали, И что меня не ждали. Соседка есть у них одна, Ах, вспомнишь, как давно Встречайся обо мне, Она не вспомнит все равно. Ты расскажи всю правду Ей пустого сердца, Не жалей, пускай она поплачет, Ей ничего не значит. Ты расскажи всю правду Ей пустого сердца, Не жалей, пускай она поплачет, Ей ничего не значит. Спасибо. Если нельзя сделать так, Чтобы женщины падали в окна, Думая, что их разлюбили, Но не разбивались бы на смерть, А оставались бы живы, И мужья прибегали на звоны, Крики изумленных прохожих, Оставив раздумья о вечном и чай, С недочитанной книгой, И говорили, что любят спи. Не болит ли коленка? Окошки собаки и прочие звери Линяли бы не как обычно, А вязанными свитерами, Носками и шалью для мамы. Если нельзя сделать так, Чтобы девушки резали вены, Но не истекали бы кровью, А лежа в стерильных палатах, Ждали приход до апреля И мыслей о чём-то хорошем. Хотя бы послушать камни, И воду, и крики терепи, И выстроить в небе храмы, Касаясь тебя губами лететь. На сияющий север, Где кошки, собаки и прочие звери Линяют не как обычно, А вязанными свитерами, Носками и шалью для мамы. Спасибо. Сделаем маленький перерывчик. Чай попьём, покурим. Правильно, да? Может кому-то надо спешить, А он как-то... Не знаю. Я... Ну да. Нормально. Споём всё, Всё, что скажете. Всё, что скажете. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Я вовсе не думал уехать Но Билл побил меня на это дело И вот мы четвертые сутки Прятемся в сетле Этот краснокожий проводник Что-то не нравится мне Старый Джо пожелал мне удачи И сказал, что отдаст за меня крошку Бетти И если мы вернемся Золотым песочком в мешке Но этот краснокожий проводник Что-то не нравится мне Докатитесь мы к черту за своими деньгами Я поехал назад Подыхайте здесь сами Но даже Билл не знал Что я пошутил А я и ехал Невдалеке Я хотел быть рядом Быть в стороне Ведь этот мутный И он сразу не понравился мне Все оказалось просто Их вождь сказал Что хорошо наградит того Кто принесет десять скальпов Таких идиотов, как мы И когда он поднял ружью Я пришел из темноты Ты, конечно, дурак, Билл Но ты нравишься мне Старинная ковбойская песня Я хотел остаться с тобой еще навек Но судьба разрубила нить И теперь я живу во сне И деревья, и желтый снег Одиночество, и рассвет Откровения, и ответ Знаешь, детка, знаешь Я был другим Я был слаб, я был слаб До тех пор, пока на своем пути Не увидел я ту, которую ждал Время проливается через край Мимо наших усталых губ И нет сил, чтобы сделать шаг Шаг навстречу страху и злой судьбе Чтобы больше не жить и во сне Не остаться лежать на дне Знаешь, детка, знаешь Я был другим Я был слаб, я был слаб До тех пор, пока на своем пути Не увидел я ту, которую ждал Спасибо Турчанин Турчанинская песня Саня 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 бросил пить А как же я? Саня Как теперь мне быть? Ведь мы друзья Не заходить по ночам Не приводить с собой дам Не устраивать в доме твоем бедлам Ведь бросил Саня Ну, ну, а я пью Саня Теперь совсем другой Он деловой Знаешь Он цевил с присущей прямо твой Не заходи по ночам, не приводи с собой дам Не устраивай в доме моем бедлам Ведь бросил Саня, а я пью Саня, кого ты удивил, и я бросал Знаешь, я занимался спортом, завязал Я бросил родину, дом, писал стихи и потом Служил в театре, но что было толку в том Ведь бросил Саня, а я пью Саня, ну сам не пьешь, а я-то здесь при чем Знаешь, я с самого утра не поднимем Я не зайду по ночам, не приведу с собой дам Я не устрою бедлам Саня, дай хоть на сто грамм Спасибо Саня! Саня! I love you! I love you! I love you! Вы тепличный цветок Ваше место горшок Ну а мне за порог Корешками в песок Слишком бледен ваш сок Слишком бледен ваш сок Вы тепличный цветок, мадам Вы тепличный цветок Разрешаю взгрустнуть Ведь меня не вернуть Все банально и просто И не стоит вопроса Просто в этот В горшок Я забраться не смог Я бродячий цветок, мадам Я бродячий цветок Пап-пап-пап Спасибо Яна, ну споешь песню? Иди, иди, спой Давай, давай Яна для Деда Мороза выучила песню Можно ее спеть, если она захочет Давайте попросим Яна, иди, иди, спой Давай, я тебе помогу Иди сюда Иди сюда Деду Морозу понравилось же Ну давай, как там Ну пой оттуда Как там слова Дед Дед Ну давай, да, оттуда Хорошо Я тишу, делаю метр Где, 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 где по вас Мы Куда, да, конечно Ну ладно, все Ну, можно было спеть Сразу бы записали Маме бы показали Иди, спой Не хочет Хотела Она хотела поехать Спеть песню Да, вообще Молодец Тогда мы делаем Погромче Что мы там Не спели еще Разбился Про роман Я его не вспомню Очень старая песня Я забуду Слова с того Юра обещал помочь Начинается вечер Худачной самодительности Я сяду за стол Открою тетрадь И стану писать Роман В котором Придуманный ночь Любит Придуманных ночь Я дам ему Славу Любовь Что там Я взял На мось Все, что взял Я сам Из области Странных Туманностей А потом Я пошлю К нему смерть Во имя Реальности С неопрятных Страниц А я Легким движением Пират Буду бросать его Вверх Вниз Я дам ему Все, что любовь И богатство Из области Странных Туманностей А потом Я пошлю Смерть Во имя Реальности Молить Молить о пощаде Взывая ко мне Словно к Богу Я буду болтать С домашними о том Что роман удается Что ж Мой герой Не смеется Прости, дружок Пора писать Эпилог Верни все То, что ты взял Из области Странных Туманностей Прощай Твой последний Придуманный Подвиг Я посвящаю Во славу Реальности Эта песня лет 25 Я ее не помню Полшага Тоже Где же моя сила Как начинать Продолжение следует... Так, блин Забыл Та, именно в первую строчку Просто забыл Как она вылетела В первую строчку Вылетела Всего лишь полшага Всего лишь расстояние Вытянутой руки Ступай 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 Чего же ты ждешь Всего Чего Всего лишь полшага Всего лишь в расстоянии Вытянутой руки Повздутые скулы Можно спрятать Улыбку Научиться Контролировать Движение глаз Репетировать Можно У зеркала Начинать Можно Прямо сейчас Забудь Забудь меня Зачем тебе лишняя боль Всего лишь полшага И этот мир Снова станет Ласков С тобой Увлечет тебя В новые игры Забудь Искусство Вгрызаться В стены В нем Скрыта Великая Жажда А меня Уж не изменят Никакие Измены Ступай Всего лишь полшага Повздые Повздые Попробуй Этот город играет с тобой в кошке-мышке Не даёт уехать и не даёт тепла Солнце, словно охранник на вышке Знает и помнит всё про тебя Ветер стукач притворяется братом Но зайдёт со спины, норовит бить с ног Ты мог бы, мог послать его матом Но ты даже злобы своей не сберёг А где ты был? Где ты был? Где ты был, когда шла раздача Тёплого ветра, верной и дачи? Где ты был? Где ты был? Тонкие ветви качнутся устало Им запрещено ступать в разговор И долгая зима не наступала И вот наступила, наступила на горло Ветер стукач притворяется братом Но зайдёт со спины, норовит бить с ног Ты мог бы, мог послать его нам Но ты даже злобы своей не сберёг А где ты был? Где ты был? Где ты был, когда шла раздача Тёплого ветра, верной и дачи? Где ты был? Где ты был? Шалауа Можно ещё притвориться мёртвым Затаить дыхание, будто это игра Но солнце своим непонятным аккордом Всё равно найдёт и взгреет тебя Ведь этот город играет с тобой в кошки-мышки Кто знает, чем кончится эта игра Солнце словно охранник на вышке Когда мужчина по-своему любит тебя А где ты был? Где ты был? Где ты был? Когда шла раздача тёплого ветра, верной и дачи? Где ты был? Где ты был? Где ты был? Ша-ла-лу-ла Спасибо Спасибо. Освещаемый сверху, я в комнате круглой своей, смотрю в штукатурное небо, на солнце шестнадцать свечей, кругом освещенное тоже и стулья, и стол, и кровать. Сижу и смущенье не знаю куда свои руки девать, морозные белые пальмы на стекла безучно цветут, часы с металлическим шумом в жилетном кармане идут. О, косная, нищая скудость безвыходной жизни моей, кому мне поведать, как жалко себя и всех этих вещей? И я начинаю качаться, колени обнявши свои, и вдруг начинаю стихами собой говорить в забытии. Несвязные страстные речи, нельзя в них понять и ничего, но звуки правдиве смысла и слова сильнее всего. ПЕСНЯ 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 Сильнее всего. Спасибо. Михалыч хотел сказать слово, кстати. Не готово. А я всегда готов. 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 Так. А я всегда готов. 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 Вот-вот сделал. То есть, что я вообще готов. А я всегда готов. А я вообще не готовил никак. И не составлял программу. Не думал там. Ну, на самом деле, действительно было не до этого. То есть, у меня есть мягчающие обстоятельства. Но это вот. Я вам очень благодарен, что вы все равно слушаете. То есть, так. И для себя, я, конечно, понимаю, что так больше делать нельзя. И если уж собирать людей, как бы. То есть, сколько бы их ни было. Ну, так вот, все же свои дела бросают. Куда-то там же прутся. То есть, потом же назад по этой погоде. Ну, то есть, я, в принципе, конечно, тут виноват. Ну, я бы ничего, я бы, даже если бы я хотел, у меня бы не было времени что-то придумывать. Поэтому я, так, моя совесть, так вот, относительно чиста. Относительно так. Чтобы, поэтому, если я помню какие-то песни. В смысле, если, я не помню, а вот. Мы же, я вижу людей, которых уже знаю там по 20 лет. Училку нет. Это монетка. Она же есть вариант... Ну, не вспомню ее. Вот так. Да. Вот она. Она пришла и сказала, что знает о том, что где-то средь горных высот Стоит, стоит прекраснейший дом, и она меня туда отведет. И если бы я не поверил бы в то, то прожил бы жизнь без собой. Но я пошел за ней, за ней искать этот дом, у которого солнце встает. Я знал, что это может сломать мою жизнь. Но я подумал, а может, не врет, а может быть и правду вон. Где-нибудь есть дом, у которого солнце встает. И мы шли через горы, покрытые льдом. Шли день, день, месяц и год. И каждый вечер казалось, что завтра найдем дом, у которого солнце встает. Но однажды она сняла с собой, сказав, что дальше уже не пойдет. Что ей больше нравится дом, у реки, чем мираж, где солнце выдает. Чему бы остаться с ней, но что-то мне спать не дает. И я пошел один, и встать этот дом, у которого солнце встает. Ни о чем не жалить, ни о чем не просить. Раз ушли в этот судьбоворот. Я своими руками построю тот дом, у которого солнце, у которого солнце встает. Что там осталось еще на позолочном дне? Наше дыхание стечет каплю росы на окне. Самый светлый покой, лишь тоска о любви. Но смотри, там вдали к нам спешат наши дни, наши белые корабли. Не стану я тебе желать счастливо оставаться. Должно быть, тебе известно то, что это невозможно. Должно быть, тебе известно то, что этот мир не стоит любви. Куда, куда девать ее? Иди, дари. За всех не наполкай. За всех не наплачешься тут, за всех не заступишься, знай. Но птички летят и поют, хоть и люди кричат и стреляют. Не стану я тебе желать свободного падения. Должно быть, тебе известно то, что этот мир не стоит любви. Куда, куда девать ее? Иди, дари. О, как они грустно живут, как и весело мы выбираем. Птички летят и поют, а люди кричат и стреляют. Что там осталось еще на позолоченном дне? Наше дыхание стечет каплю росы на огне. Спасибо. Петь будешь? Давай. Ну давай, давай, давай. Ну ладно, не хочешь ни надо. Это дело добровольное. Что-то я ее удерживаю. Хотела петь. Да что-то я... Ну все. Так, а время-то уже, ребята, 20 минут с 11 стало. Давайте последнюю песню споем и по домам. Как? Нет? А, Михаил же хотел что-то сказать. Я что-то просто запел, я, оказывается, не надо. У нас перекур был большой. Чего не спел еще такого? Чтобы потом... Мне было мучительно больно. Будет же. Я сейчас буду ехать домой, буду вспоминать. Вау, вау. Ну хорошо, все, тогда мы поем классическую песню под конец концерта. Мой народ любит ясную музыку, чтобы аж развернулась душа. Разливайся печаль, ты, голубушка, я сегодня пою не спеша. Разливайся печаль, ты, голубушка моя. Да и я сегодня пою не спеша. Я сегодня устал, да намаялся, Добывай я насущный свой хлеб. Из натуженных рук рюмка валится, Разливая вино на жакет. Разливая тоску до печалью, Что таскается вечно за мной. Видно быть, чем мне всю жизнь непрекаянным Под моей недоброй звездой. Мой народ любит громкую музыку, Чтобы аж засинела в ушах. Разливайся печаль, ты, голубушка моя. Разливайся печаль, ты, голубушка моя. Да и я сегодня пою не спеша. Разливайся печаль, ты, голубушка моя. Да и я сегодня пою не спеша. Разливайся печаль, а я сегодня пою не спеша. Ша! Всё! Спасибо большое! Спасибо! Я не ожидал, что я вас так задерживаю от всех. Спасибо большое! Клёво! Давайте чаще встречаться, я буду более подготовлен в следующий раз. Я вам обещаю. Спасибо! Спасибо! Катаструха! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть каждый вечер, 6 дней в неделю здесь что-то происходит вечером, что-то странное, что-то любопытное. Например, вчера была лекция Виноградова, это кандидат биологических наук, работает он в Институте океанологии, и он вчера рассказывал про черные курильщики. Сам он погружался непосредственно к Срединоокеаническим хребтам 19 раз на батискафе, на мирах, на камероновских Джеймс Кэмерон батискафах. Вчера была очень любопытная и интересная лекция, не только для тех людей, которые так или иначе связаны с наукой, но и вообще просто для тех людей, которым просто интересна жизнь на дне океана. В целом хотелось сказать, наверное, что... Игорь, я не знаю, что говорить, у меня какой-то ступор, я просто растерян. Вообще я хотел поздравить Игоря. Клёво, да. С рождением дочки, счастья, любви, здоровья, успехов. И вообще всё очень хорошо, я смотрю. Магазин ещё немножечко функционирует в таком пассивном режиме полчасика, наверное, не больше. Возможно, один человек сейчас выйдет на сцену и сыграет пару песен. Вот, а вы можете там, не знаю, насладиться книгами, которые здесь присутствуют и, может быть, что-нибудь присмотреть себе. Всё, спасибо. Спасибо.